Глава 34 Дина, дочь Лии, которую она родила, Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему, говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите, и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. Иаково, а так не надлежало делать. Емор стал говорить им и сказал, Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жену ему. Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе, и живите с нами, земля сия пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение. Сихем же сказал отцу и братьям ее, Только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вино и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жену. И отвечали сыновья Иакова, Сихему и Емору, отцу его, с лукавством, а говорили так, потому что он обесчестил Дину, сестру их, и сказали им, Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами, если вы будете, как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан. И будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились слова сии Емору и Сихему сыну Еморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Емор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего, и сказали, «Сии люди мирны с нами, пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна пред ними, станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их, только согласимся с ними и будут жить с нами». И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол. И самого Емора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле. И все богатство их, и всех детей их, и жен их, взяли в плен и разграбили все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию, «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали, «А разве можно поступать с сестрой нашою, как с блудницей?» Редактор субтитров А.Семкин